Занавес открывается! Занавес открывается! И, кстати, довольно быстро она мне попалась, я потратил буквально минут 20, 20, наверное, да, не больше, и вот она выпала. Кольцо Модайна. У нас они уже были, теперь их 6. Я даже сходил еще немножко даггер прокачал, теперь она 75-го, а Виви уже достиг 90-го уровня по левелу, сильный такой уже дедушка Виви. Но, понятно, мы знаем, что он у нас не дедушка, а пока еще только добрый и хороший мальчуган. Так, значит, мы сейчас идем передвигаем рубильник и будем выходить на внешний континент. Вот я всегда еще ждал, что из этой головы на меня ливанет поток воды, но она не льет. Вообще интересно, что символизируют эти лица, может быть, ну не знаю, это какие-то подземные хранители, или это какие-то опасные монстры, которые тут были встречены, когда эту пещеру строили. Наверняка эти изваяния имеют какое-то, какое-то значение. Так, да. Здесь имеется в виду, что назад худа не будет уже, когда мы проедем на выход. Так, мы сделали все, стилскина мы встретили. Кольцо мы выкопали, в карты я со всеми поиграл. Ну, и давайте двигаться. Так. Ох, как он тут сочно срывает эти цветочки. Их прям приятно срывать. Все, смотрите, здесь цветы не растут, а значит, гарганта вызвать уже не получится. Мне очень нравится вот эта окаменелость гигантской стрекозы. Выглядит круто. Интересно, сколько сотен тысяч, а может и миллионов лет назад эта окаменелость тут образовалась. Ну, конечно, может быть и раньше, но в любом случае она выглядит классно. Перед выходом посмотрим. Монстров тоже мы встретили всех и выучили все доступные для кривиных способностей. А ну-ка давай. Да, вот так, на посадку его сразу, а то он засвистел, как будто взлетает. Надо садиться. Я не ставлю нажат ему двуручное оружие, зитана, потому что мне он с кинжалами больше нравится. Выглядит еще круче. Так, и вот наша группа подходит к выходу из пещеры. Оттуда брежет яркий свет. Представьте, как это волнительно, выходить на новый континент. Какой путь они проделали под мировым океаном. Белый ветер. Тебя не спасет. Вот. И какие чувства. Какой выход вызовет у наших героев. Думаю, у каждого из героев будут свои чувства. Этот свет. Здесь нет мглы. На этом континенте отсутствует туман. Внешний континент. И сейчас у нас карта мира. Стала отображаться. Смотрите, на каком континенте мы находимся. Когда мы только вышли и увидели первые лучи солнца на этом континенте. Как я уже и сказал. Каждый из героев почувствовал что-то свое. Ну. Для Даггера это было очень удивительно и в новизну. Ведь она всегда была на туманном континенте. И осознание того, что есть еще континенты. Они иные. Это было все очень так вот удивительно для нее. Для Зидана нет. Потому что он по природе путешественник. И для него это нечто естественное. Бывать в разных местах. Для Виви было очень интересно. Потому что он маленький. И для него даже Александрия тогда казалась огромным королевством. Что уж говорить о том, чтобы путешествовать по континентам. Ну а Жирочек. Ну в смысле Куина. Он для меня Жирочек. Как он был Жирочек с первого прохождения. Я так его только-только так отпечатался со знамени. У него свои заботы. Первое, о чем он подумал. Какую новую вкусную еду здесь можно найти. И уже песчаный скорпион. Карта с заинтересованностью высматривает какие-то места. Ну, кстати, сейчас нам предстоит побывать на следующем болоте. И это будет первая точка, куда мы отправимся на этом континенте. Я хотел... Я хотел выкинуть этого песчаного скорпиона. Так. Сейчас. Но почему тут нет мглы? Давайте посражаемся в лесу. На посадку. Немного продвинувшись, наши друзья увидели... ...целый город, который как бы был подвешен между скалами. Вот только посмотрите. Как-то грифоны... ...вы решили меня задолбать. Я не люблю грифонов, потому что они очень сильно тянут. Они долго вот кастуют и затягивают. Вообще они неторопливые такие. Потом он там взлетать любит. До него достать нельзя. В общем, тянут. И эти меня раздражают. Но, да, вернемся к этому поселению. Вот представьте, сейчас Зидан стоит. Представьте себя. Вы стоите. Поднимаете голову в небо. И там над вами целый огромный город в небе. Гигантский. То есть, вот он как будто подвешен. И это... Это, конечно... Я, кстати, когда на PlayStation играл, думал, что вот эта штука это какое-то орудие. Которое выступает. Да, но мы не можем отсюда снизу сюда войти. Поэтому просто пойдем дальше. Так, вот тут улучшенные гоблины. Ну, это значит, что мы можем пронюхать, что у них там есть. А так... А так мы попробуем сгрусть. Гоблин-маг. Руда. Зелье. Ничего особенного. Продолжение следует... Если он исчез, можно ли просканировать? Да, 15 уровень 983 жизни И все Слабости нет Вот сейчас была продемонстрирована способность Которую нам нужно Учить Знакомая, конечно же, способность Всем финальчикам Изучено удар гоблина Полтора миллиона Да, восстановили немножко Наши финансы Это хорошо Подголоски музыки перекликаются то в одном ухе, то в другом Кажется, что под такую музыку, в такую игру можно играть бесконечно Так и есть, друзья Бесконечно играем И каждый раз Очень сильно Очень сильно Наслаждаемся Так, надо посражаться на берегу Загнул Загнул Ну, это ты загнул Выходить на нас Вот удар гоблина, кстати Появился Мы загнул Вроде не ели Ну, он горький Но все-таки И невкусный Но все-таки Такой сочный стейк из загнула Надо Квине выдать Даже если Не есть противников Вот эта способность Которая Оставляет одну жизнь Это просто имба То есть, сразу Взять и оставить одну жизнь Но это Это квина Вот Я думаю, сейчас Квина будет сытой Наконец-то Срубать загнула Можно Насытиться Посмотрим Что на пляже Есть новые противники Нет Кто смотрел Человека-паука Первый сезон Мультик Серия Доктор Осминог То там просто была фраза Ты преуспевать Мне досаждать И это вот про Грифона Так Смотрите Впереди болото Еще одно болото Я говорил, что они нам По миру будут встречаться Место для того, чтобы Ловить лягушек И мы сейчас Это сделаем Ну давайте Перед этим Вызовем Чокобу И посмотрим Что у нас по Чокографам Чокофе Тут прям К пору Нашим героям Про себя называть Этот континент Не Внешним А Грифоновским Континентом С песчаными Скорпионами В карманах Вот следы И они здесь Не случайно Мугл Смотри, какие здесь следы Может быть, ты их не видел Поэтому Теперь точно видел Все, давай До встречи Так Берем Очередную Гицальскую зелень И Чоку Вот тут Как тут Угу Так У нас один здесь Чокограф Друзья Заброшенный пляж Может быть Это пляж Неподалеку От увядающего леса Куку Сокровища есть Не только На туманном континенте И мы Не только На туманном континенте С вами путешествуем Но Собственно Все очень просто Вот он Этот пляж Посмотрите Под каким тут углом Сделан этот скрин Вот так Как-то Да Вот Это место Поэтому Сразу С пальцем Пальцем в землю И попал Найден сундучок С сокровищем Перо феникса 9 штук Пух феникса 5 штук 12 перидотов И Вот Алмазные рукавицы То что Хоть какую-то ценность Для нас имеет Хорошо что я Пере феникса Продал Но у нас Снарядить И не знаешь И не знаешь куда идти Ты ведь Заметил на пути сюда Строение В виде моста Для начала Попробуй сходить туда Это целое поселение Так Теперь Давайте посмотрим Какие здесь противники На этом болоте Мы вообще Мы вообще его изучим Если пойти налево Здесь вообще никакого прохода нет Болота тоже отличаются По своей структуре Неужели все такие же Водная отрыжка Знаете бывает Атрыжка сухая А бывает Еще с примесью Вот это именно Такая была Просканирую Эту жабу Вот походу Так Как будет попадаться Да Буду сканировать Шестой уровень Всего Да 242 жизни Уязвимость К молнии Даже уровень У них Не повысился Так И в эту сторону Пройдем Тут вот есть проход Давайте По нему И отправимся К месту скопления жаб Так В право и вверх нельзя К жабам соответственно Зидан Можно половить лягушек Ну Квина Первый нашел счастье На этом континенте Сочные Жирные Лягушки Еще и в таком количестве Глаза разбегаются Слюна выделяется Начинаем ловить Ну по сути Нам не нужно этого делать Потому что У нас уже максимальный урон От лягушачьего десанта И уже Никакого толку От того что мы ловим Лягушек Нет Ни нового приза Ни увеличения урона Ни чего-то еще Мы за это уже не получим Кроме Рекорда В количестве пойманных Вот Ради него мы И будем их ловить На всех болотах Ну и удовольствие Квины конечно же Ну куда ты Да что ж такое Давай Последнее Ловим Итого у нас 135 Здесь трудно Ловить лягушек Говорит Куина Ну Зато мы Всех поймали Так Вот Вверху Прохода нет Сюда только Два Входа мы Через один Вошли Через второй Выйдем Дальше Нам подсказал Мугл что нужно Идти туда Значит Перед тем Как идти туда Давайте исследуем Еще Оставшую часть Континента Которая нам доступна На данный момент Друзья Ух ты Внезапно Нам встречается Добродушный монстр С красивой Соломенной Прической Ему нужна Руда С удовольствием Так Даем Руду Божьей коровке Хватит Одной Нет Хочу еще Такой Ненажерловый Дады Давайте еще Из рук Даггер И из рук Зидана Отлично Скажите Йетти Привет Спасибо Туловище В виде капусты В накладу Получаем 20 Очков Способностей И эфир Так Это был Третий Добрый Монстр Теперь Входим В густой лес Конца и края Которому не видно Он находится Во впадине То есть С двух сторон горы Вот Хотя бы Знаете В нем Не сложно Будет Сильно Заблудиться Потому что В случае чего Можно добраться Хотя бы До одной горы С одной Или с другой Стороны леса И потом Все время Вдоль горы Идти Чтобы добраться До входа Тут же Встречается Второй Добрый Монстр О Это у нас Ректай Маус Давай посмотрим Какой вопрос Ты приготовил Нам Итак Викторина Вопрос Номер 5 Воздушное Такси Лимблюма Работает Круглосуточно Да Так И есть Ой А я А правда Я Не посмотрел На Кнопки Друзья Кружок И крестик Где правда А где ложь Это правда Но Так В этом мне сейчас Поможет В этом мне сейчас Поможет Мое видео В котором мы Девятая часть По моему Там Был этот монстр Давайте я там Посмотрю Где правда А где ложь Так Значит Поиск Final Фэнтези 9 Виртуозила И 9 Так Так Вот он Так Правда Это кружок Верно Вы получили 2000 гилей У нас 100% Правильных Ответов Мы Эксперт Чокограф Надо бы сменить Почему У меня Светится Чокограф Без Чокобо Так Было В оригинале Или это В этой В этой Версии Так В этом лесу Так Неуютно Потому что Он такой Бескрайний Позовем Муглая И пусть Он поставит Тут тент Для всех Нас И уютно Отдохнем Помните Как мы Отдыхали В злом лесу Рядом С костерком Такой Уютный Момент Так же И здесь Думаю Можно Сохраниться Два добрых Монстра Подряд Мугл Опять Меня троллит Об этом Писала Одна из Подписчиц Уже Серьезно Смотри Не пожали Губ Так Но Все равно Пробираемся Дальше Дальше По этому Лесу Третий Добрый Монстр Подряд Опять Викторина Хорошо Что я Сохранился Друзья Ведь Никто От ошибок Не застрахован В том числе Я Так Смотрим Что за вопрос Итак Викторина Вопрос Номер Шесть Беркмейская Железная Дорога Функционирует Уже Восемь Лет Правда Или Ложь И Не Разберешь Но Мы Разбираем Это Правда Мы Получаем 3000 Гилей 100% Правильных Ответов Остаемся Экспертами И Наш Квест По Викторине Продолжается Сегодня Какая-то Такая Добрая Часть Вон Три добрых Монстра Даже Подряд Пришли Сохранюсь Давайте Еще раз Посражаемся Может Еще Будет Добрый Нет Хватит В Такой Глуши Загнул Чем Ты Тут Питаешься Добрыми Божьими Коробками Может Хотя Нет Так И вот В самой Глуши Леса Смотрите Мы находим Дорогу С развилкой И с указателями А вот Там Сверху Совы Так На дороге Нас Недружелюбно Вот Такой Птенчик Встречает Его Надо Продуть Проколоть Иголкой Он Как Воздушный Шарик Так Плетает Должен Куда-нибудь В угол Потолка Забиться Ну Ну Это Так Воображение Все Извращенное А мы Делаем Истощение Также Смотрим Что он Несет И Сканируем Радужный Вечер Землезет Понимаете Кто-то Никогда Их не видел Говорят Они только В самых Глубинах Леса Водятся Имеет При себе Эфир И сильное Зелье Веруду Психокинез Аж Потемнело Все В лесу Ну Это Прям Напоминает Мне Видео Брейкера У меня Есть На Канале Видео Называется Брейкер Вот Зелан Сейчас Также Сделали Обземлю Землезет Уровень 20 1571 Жизнь 625 Маны Воздушный И Уязвим К ветру Ну Давай Уже Кушай У него Такой Совинный Да Возглас Эхом Пошел Между Стволов Дорога Ведет В тупик Так что Тут Нам Наверное Ничего Не Найти И Тут Как будто Есть Некая Волшебная Составляющая Потому Потому что Если Если Мы Пройдем Дальше То Выходим На Точно Такую Же Развилку И Здесь Дорога Ведет В тупик Я думаю Все Сейчас Вспомнили Волшебный Лес Из Файнал Сентези 7 В Которую Уходила Айрис А вот Этот Лес Ну да Напоминает Это Очень В общем Это Будет Повторяться До Бесконечности Еще Разочек Пройду И Как Вы Понимаете Сейчас Нам Здесь Делать Нечего Так Пойдем Дальше Лягушек Мы Всех Поймали Лес Посетили Встретили Добрых Монстров Лес Магдалины Вот Так Называется Эта Местность Но перед тем Как он Его Вынес У него На Секунду Все-таки Замедление Прописалось Негативного Статуса Кто-то Может Заметил Так Друзья Дальше Больше 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 Давайте еще раз, вдруг еще этот Роктайм Маус встретится. Ну, тут даже не ради раму, а ради лицезрения каста Даггер и ее самой в конце боя. Надо на Чоку бы посмотреть. Я знаю, что сейчас тут Чокографов больше нет, но давайте посмотрим, что у нас осталось и выберем какой-то. Невозделанная земля, этот Чокограф у нас рядом со злым лесом, я о нем говорил позже, гораздо позже. И Холодное поле, это вообще другой континент. Дальняя лагуна, я слышал, что там длинная цепь рифов, вот это поставим. И давайте посмотрим на Чоку бы, что мы можем тут увидеть, если мы спустимся на воду и походим по мелководью. Так, это первое. Вот здесь, смотрите, какой-то мост, очень похож на тот, на котором стоит вот то поселение. Там дальше какая-то локация. Вот, старая, скалистая, интересная. Я знаю, что вы многое не знаете. Не спойлерим. Но, тоже, да, вот я говорил о том, что для Гарнет все это было удивительно и было невероятно интересно вообще, какие расы живут на этом континенте. Какие здесь есть королевства и есть ли здесь королевства. Ведь на нашем континенте было много великих королевств. Как здесь организована жизнь. Вот, все это будем изучать. Вот, первый, значит, спуск на воду. Ага, тут может еще можно пройти. Нет. Там, кстати, тоже, видите, следы Чоку бы. Так, теперь второй спуск, а он здесь у нас. Возле Чоку-Графа. Отсюда мы видим, тоже, смотрите, какое-то место интересное. Треугольник Эльнида вспомнился, но только здесь на земле. Хронокросс на воде. И оттуда дует сильный ветер. Помните, ветер с моря дул, а здесь ветер с земли дул на море. Так, ну здесь нам тоже не пройти. Хотя вот там, смотрите, да, следы Чоку-Графа и одиночный лес. Хм, к чему бы это? К чему бы это? Но, сейчас нельзя туда пройти. Все, слезаем с Чоку-Графом. Так, и двинемся к этому интересному сооружению. Чоку-Графом. Грифоновый континент. Сразу затрещина. Давайте на зеленый посражаемся. Конечно, все. Ну, нет, все. Ну нет, загнуло-то прям совсем вы загнули. Уже не первый раз. Так. Ну что? Все, что нам доступно сейчас на внешнем континенте, мы посетили. Лягушек поймали, Чокограф нашли. Добрых монстров. С ними тоже пообщались. И теперь вот мы стоим перед неизвестным поселением. Что это такое за место и что нас там ждет, друзья, это все вы увидите в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok